всем привет если это видео у меня на канале значит я наконец-то добрался до интернета сейчас я нахожусь на танкере танкер перевозит нефть объемом 170 тысяч тонн сейчас пройдемся по машинному отделению данного танкера сделаем краткий обзор машины назову какие механизмы у нас находится может вкратце скажу для чего данный механизм сильно углубляться не буду иначе в виде очень затянется так же называют эти механизмы на английском языке очень полезно для новичков я работаю в смешанном экипаже здесь я и капитан русские остальные иностранцы когда практикант или русскоговорящий человек который никогда не работал микси приезжает на суд но он просто не понимает где он находится так как у нас все абсолютно на английском языке думаю данное видео которое сейчас сделаю поможет многим начинающим которые начинают работать смешанным экипажем все начинаем это цепи у машинного отделения центральный пост управления на английском engine control консоль друг машинное отделение просто engine сразу просьбу до моего английского докапываться если вы знаете лучше ту молодец может прыгать рад за нас начнем с этой палубы сейчас пройдусь по ней все покажу и затем также с каждой палубы это выход из машинного отделения я спустился на лифте подниматься не буду выше еще один трап и дверь выход с машинного деления здесь у нас находится туалет машинного отделения туалет или как на военном флоте галью на английском туалет это гидравлическая станция управления гидравлическими клапанами грузовых и балластных танков хайдролик пауэр юнит это расширительная цистерна охлаждающей воды главного двигателя дизель генераторов main engine и дизель генерейтер пулин фреш-вотер экспэншн танк это панель управления компрессорами кондиционера air-conditioned compressor panel это питьевой фонтанчик сатурэйтер это уже сам компрессор кондиционера первый и второй номер air-conditioned compressor number one и number two с теми словами это наша спецсистема которая охлаждает помещение настройки это два компрессора провизионных камер здесь находится конденсатор а испаритель непосредственно уже в камерах находится provision refrigeration plant это инсенератор на морском сленге сеня здесь мы сжигаем мусор делаю видео про него расскажу и покажу как он устроен и покажу как его запускать так что подписывайтесь все увидите английском инсенератор это два танка для выпаривания и сжигания шлама в инсенераторе расходной и отстойный танк выстроил сеттлинг и сервис инсенерейшн танк панель запуска насосов здесь находится минерализатор питьевой воды минералайзер обеззараживатель питьевой воды террелайзер это подогреватель воды которую мы используем души внутри английском hot water color if it это дизельный насосы вспомогательных котлов акселири бойлер энджио панкс насосы розжига котлов акселири бойлер энджио панкс это дизельный холодильник котлов бойлер энджио панкс дизельные насосы композитного котла композит бойлер энджио панкс это гидрофор питьевой воды drinking water hydrofoad гидрофор хозяйственных нужд fresh water hydrofoad дозирующий химический насос композитного котла композит бойлер chemical дозинг панкс пресной водой правого борта стабор сайт fresh water танкс питьевой водой drinking water tank дозирующий химический насос помогательного котла номер один акселири бойлер number one chemical дозинг панк дистиллатный танк с водой дистиллейт water tank танк с пресной водой левого борта порт сайт fresh water tank здесь находятся масляные цистерны для главного двигателя цилиндровой смазки и системного масла main engine системы цилиндровой танкс это цистерна с маслом до дизель генератор дизель генерейтер сторична здесь турбинное масло турбайн любое сторичное это наша мастерская токарка воркшоп называется здесь печеньем ломаем сверлим точим варим это кстати зона для сварочных работ в элдин геррия точильный станок гриндер машин сверлильный станок дрилинг машин это мастерская электромеханика электрикал инженер воркшоп трансформаторы трансформер таль это чейн блок скоба шакл тросик или строк вайр слим и это ультразвуковая машина это сам машин ультрасоники мы моем фильтра тонкой очистки например автофильтры с главного двигателя и дизель генератора сейчас зайдем к колготру высоким частями сперпадсрум Все эти ящики подписаны, пронумерованы В каждом ящике есть лист с переченью запасных частей Постоянно его обновляем Израсходовали, вычеркнули и также получили запчасти, добавили Запасная крышка дизель-генератора, дизель-дженерейтер, спеер, цилиндр-хейд Это неузанная Это приспособа, в которой перебираются эти крышки Спешил девайс, дизель-дженерейтер, цилиндр-хейд Здесь у нас хранятся запасные подшипники Здесь непонятно, идем дальше Это токарный станок, летмашин называется Здесь форсунка главного двигателя притирается Может потом сделала видео, как это происходит Идем дальше в машине Так выглядит главный двигатель Вид сверху На интрини Это вспомогательные котлы Как они работают и как устроены Смотрите на канале Видео уже загружены Я их делал ранее А это композитный котел Композит бойлер Утиль котла у нас нет В этом котле есть также топка и форсунка И так же, как и на утиле Выхлопные газы проходят через нюх Это переносной пенный гнетушитель Fire Foam Extinguished Это запасные выхлопные клапана Main engine, spare exhaust, gas И способа для установки поршня Это поршень главного двигателя Думаю, вы видели у меня на канале Как он достается и как он откручивается Идем в булевое или румпельное помещение Это шахта аварийного выхода Escape trunk Это steering gear room Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь Здесь у нас расположен аварийный пожарный насос Emergency fire pump Панель запуска второй рулевой машины Starter panel Стеренгер number two Цистерна с гидравлическим маслом для рулевых машин Хайдролик он строит штанг Стеренгер А это и есть рулевая машина Номер два и номер один Здесь расположена клаговая С расходными маслами и смазками Lubricance room И химкладовая Chemical Store Кормовая станция гидравлики для швартованных лебедок AFT Hydraulic Station for Mooring и Часов Это сплинкерная система пожаротушения Если будет время, сделаю отдельное видео В противопожарной системе на судне Water Miss Fire Extendition System называется На этой палубе закончили Сейчас поднимемся наверх Покажу, что там Это скрубер Скрубер нужен для очистки и охлаждения инертного газа Который мы нагнетаем грузовые танки Это генератор инертного газа Как-нибудь сделаю видео про эту систему Там уже более подробно все расскажу Электр газ дженерейтер Это дизельный танк для дизельной форсунки инцинератора Это зона форсунок вспомогательного котла Акзиллери бойлер Бернерс Эрии Вентилятор распомогательных котлов Акзиллери бойлер Блоуэрс Вентилятор инертного газа Инерт газ фан Это вентилятор генератора инертного газа Инерт газ дженерейтер блогер Блоуэр или фан Вытяжной вентилятор инцинератора Инцинерейтер экзост газ фан Датчики определения содержания кислорода в инертном газе Оксидженолай На самый верх трубы не пойдем Спускаемся вниз Вот так выглядит запасной поршень Шток поршня Это Piston Road Голова поршня Это Piston Crown Главный двигатель Hyundai Man Вместе На каждый цилиндр идет по одному топливному насосу Высокого давления И по две форсунки на каждый цилиндр Расход в среднем 45-50 тонн за сутки Купливный насос на английском Это Friorway Tide Pressure Pump Форсунки Injection Burst Это глушитель и он же фильтр турбины Турбонагметатель Турбочарджер На данном двигателе у нас две турбины Газовую и компрессорную часть мы моем каждый второй день Газовую часть мы моем специальной крошкой А компрессорную часть Если не забуду То сделаю видео Как это происходит Все покажу Идем к сепаратору Курифайру Это топливные насосы композитного котла Composite Boiler Fuel Pump Это автоматический топливный фильтр дизель-генератора Fuel Auto Backwash Filters Auxiliary Reboiler Fuel Heater Number One и Number Two И Auxiliary Reboiler Fuel Pump Топливные циркуляционные насосы дизель-генератора И топливные подогреватели мышку Dizel Generator Booster Pump and Fuel Heaters Supply Pump of Dizel Generator Это масляный сепаратор дизель-генераторов Который сепарирует масло в картере Dizel Generator Любой Purifier Эти два сепаратора для главного микрофора Main Engine Любой Purifier And HITOS Топливный циркуляционный насос главного двигателя Main Engine Fuel Circulation Pump Топливный подогреватель главного двигателя На предыдущем судне я делал видео про топливную систему Кому интересно, заходите, смотрите И это два больших топливных сепаратора от тяжелого топлива Heavy Fuel Oil Purifier And HITOS Это топливо подкачивающего насоса сепаратора И запуска всех этих механизмов Здесь расположены топливные цистерны Время на них тратить не будем А тут я смотрю видео и так затягиваюсь Это топливный автоматический фильтр главного двигателя Main Engine Auto Backwashing Filters Это дизельные холодильники дизель-генератора И главного двигателя Baxiliac Engine and Main Engine Diesel Oil Coolers Это опреснитель Fresh Water Generator Обязательно сделаю серию видео про него Расскажу и покажу как его запустить и остановить Расскажу как он устроен и принцип работы Так что подписывайтесь, скоро узнаете Это приспособа для установки крышки цилиндра главного двигателя Запасные вентиляторы в сборе для главного двигателя Baxiliac Blowers for Main Engine Запасная крышка цилиндра с выхлопным клапаном Baxiliac Head & Exhaust Valve for Main Engine Это гидравлические джеки С помощью которых мы отдаем крышку на главном двигателе Две запасные втулки главного двигателя Baxiliac Head & Exhaust Valve for Main Engine Два центральных холодильника Central Coolers Насосы пресной воды для центральных холодильников Воздушный компрессор сервисного воздуха Service Air Compressor Это контрольного воздуха Control Air Compressor И два главных компрессора Main Air Compressor Это воздушные сушители контрольного воздуха Control Air Drive Баллоны с пусковым горлоком Main Air Reservoir Main Engine любой кулер Main Engine любой фильтр Сборный сажный танк Суд коллекцион танк Пользуются в многих отлов Три дизель генератора Обязательно сделаю видео Как он запускается Расскажу и покажу Как брать параллельную работу С другим генератором Так что подписывайтесь Это система очистки сточных вод Внутри находятся бактерии Сивыч Тритвер Кланк Сборный танк Сточник вод На данном судне Вакуумная система туалетов Сивыч коллекцион Теплый ящик Каскейт танк Или более Фитвотер танк Для чего он нужен Вы также можете узнать на моем канале Заходите, смотрите Здесь вроде все прошли Идем ниже За этими лючками Находится распредвал Камшафт Это лючки Из-под поршневого отсека Двигателя Under Piston Space Это аварийный пост управления Главным двигателем Emergency Side Control Console Офтмен динжи Воздух распредвал Воздух распредвал Это воздушный холодильник Который охлаждает воздух После турбины Air Cooler Или Intercooler Как в простонародье называют Воздушный ресивер Air Receiver Или Skynger Air Manifold Так и так верно Это станция подачи масла в цилиндры Alpha Lubrication Unit Я делал видео Как устроено масло сети Там можете все увидеть Паровая линия Для тушения пожаров Под поршневым пространством Это большая бочка Вакуумный конденсатор Вакуум конденсор Смотрите видео Про паровую стену В этом все рассказано Это скруберный насос Который подает воду Скрубер Это сейчас левого борта Как он устроен Я так сделал видео На канале все есть Это топливо Перекачивающий насос Тяжелого дизельного топлива Heavy Fuel Энд дизель ойл Трансфер памп Колодец левого борта Порт сайт Билдж вейл Пожарные насосы Firepumps Двери в картер главного двигателя Кранкейс Дорс Как там и что там Вы также можете увидеть У меня на канале Про главный двигатель Кстати Несколько видео есть Это сепаратор Клеяльных вод Holy water separator Также постараюсь Делать видео Для чего он нужен И как он работает Валоповоротное устройство Главного двигателя Тернингер При подготовке двигателя К куску Я показывал Как оно работает Вал Главного двигателя Это промежуточный подшипник Интермедиа шалберинг Здесь уже находится Дейминное устройство Стентьюг называется Кормовой колодец Афтбилдж вейл Позже расскажу Для чего Нужны эти колодцы Этим насосом Мы пополняем Инсценираторный Сетлинг танк Насосы Дейминного устройства Стентьюг памп Маслоперекачивающий Насос Глубой трансфер памп Предохранительные клапана Картера главного двигателя Мейненджин кранкейс Мейненджин кранкейс Свети вирус Насос для химической мойки Воздушного холодильника Главного двигателя Мейненджин эйр кулер Чемикал панк Три заборных охлаждающих насоса Мейн куллинг си ватер панк И один вспомогательный Акзиллери куллинг си ватер панк Колодец правого борта Стаборд Вилчвейл Стаборд Сайс и Чест Конденсатные насосы Которые перекачивают конденсат В теплый ящик Фреш-вотер-дженерейтор Эжектор панк Клапан поддерживающий уровень Конденсата В вакуумном конденсате Два насоса для адексила Водяного затвора на палубе Это потом все расскажу Запасные вкладыши Главного двигателя Подогреватель В зарубашечном пространстве Главного двигателя Мейн-Энджин Джакет Хиттер Джакет Пуллинг Фреш-вотер-пампс А это холодильник В зарубашечном пространстве Главного двигателя На стоянке мыем Грейф главный двигатель А на ходу охлаждаем его Топливная цистерна Правого борта Запорцает банкер-танк Моющая турбина Грудойл-вошинг-памп-турбайн Здесь три грузовых турбины Карго-оилл-памп-турбайн В каком-то видео И делал краткое пояснение Так что Кому интересно Найдете Это балластная турбина Балласт-памп-турбайн Это электрический балластный насос Сейчас работает Электрикал-балласт-памп-турбайн Питательные насосы Композитного котла Композит бойлер Фильвотер пампс А это питательный насос Топливная цистерна Левого борта Фордсайд-банкер-танк Это запасное топливо-перекачивающий насос Бэр-фуэл-трансфер памп Бэр-фуэл-трансфер памп Фондар-трансфер памп Данное видео я делал для начинающих моряков, чтобы имели представление, что и с чем им предстоит иметь дело Главное не знать, как называются все эти механизмы, а знать, как они устроены, как они работают Все это достигается годами практики Видео про некоторые механизмы, которые я показал, уже есть у меня на канале Я рассказываю и показываю, для чего они, как они работают и как устроены Подписывайтесь на канал, заходите в плейлист «Морская тематика» и там вы все найдете Со временем я расскажу и покажу вам, как работает каждый механизм и каждая система на танкере, которую вы увидели в данном видео К сожалению, времени именно то, чтобы делать видео не так много, так как за этим хозяйством всем следить нужно У нас всего в машинном отделении 7 человек Как сами видите, объем работы очень большой, поэтому и физически устаем, и морально устаем Но по возможности буду делать, буду загружать С вас лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, делайте репосты Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, до новых встреч Давай покажи это видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!